Всем добрый день! Я Александр Свет и добро пожаловать на мой класс «Концертная фотография. Съемка и обработка». Возможно, вы меня уже знаете по моим курсам и классам по Capture One или по коммерческой репортажной фотографии, а возможно, вы были на моем мастер-классе по работе со вспышкой. Сегодня мы поговорим про очень интересную тему, а именно концертная фотография. И это мое очень давнее увлечение. По сути, я пришел в профессиональную фотографию именно через концертную фотографию. В свое время я не снимал ни портретов, ни репортажей, я снимал одни концерты. Это то, что меня привело уже в настоящую коммерческую профессиональную фотографию. Именно об этом я хотел бы сегодня поговорить с вами. Наше занятие будет состоять из двух ключевых частей. И в первой части я вам расскажу о том, как вообще нужно работать на концерте, какие технические приемы для этого можно использовать. Покажу вам обязательно примеры различных моих концертных съемок. А во второй части мы поговорим про обработку, потому что важно не просто попасть на концерт. Как попасть на концерт, я вам обязательно расскажу. Но важно еще и получить максимум от ваших фотографий. И вот это уже лежит на обработке. Ну, для начала, конечно, давайте поговорим о том, как попасть на концерт, потому что очевидно, что билет может купить каждый, но снимать будет или вообще невозможно, или очень неудобно. Поэтому, конечно, нужно иметь агрегатацию фотографа. Чтобы ее получить, для этого есть несколько простых путей. Это интернет-ресурсы, блоги и сами музыканты. Давайте так вкратце пробежимся по каждому из этих пунктов. Если говорить про интернет-ресурсы, это такое очень общее понятие, но если вы погуглите, если вы поищите, то вы найдете огромное количество небольших музыкальных изданий, например, посвященные какому-нибудь конкретному направлению музыки, например, джазу или блюзу, или, например, тяжелой музыке, да, различные, тяжелому року и прочему, вы можете связаться с редакторами этих изданий, а они вам сделают агрегатацию фотографа. Я, конечно, понимаю, что когда вы новичок, да, и когда вас все очень пугает в этом мире фотографии, вы думаете, что, господи, как так? Как можно взять просто и вот так написать какому-то редактору, чтобы меня куда-то агрегатовали? На самом деле это абсолютно реально. Нужно просто иметь хоть какое-то начальное портфолио, немножко смелости, ну и чуточку красноречия, чтобы написать адекватное письмо, которое редактор прочитает и не выкинет. Начальное портфолио получить довольно просто, да, вы можете сходить на небольшие концерты, например, ну, какие-то не очень известные группы, зато куда спокойно вас из камеры пропустят, потому что эти музыканты еще, знаете, не зазвездились, и им только симпатизируют обычные люди, кто приходит и вот так вот фотографирует их выступления. Вот как раз на этих небольших группах можно сделать себе прекрасные начальные кадры, а потом с помощью этих кадров вы уже, собственно, связываетесь с редакторами различных изданий и уже показываете, что вы умеете. Да, у вас на фотографиях не будет звезд, но фоторедактору это не нужно. Он должен увидеть, как вы умеете снимать. А если вы умеете снимать хорошо какую-то неизвестную группу, ну, какую-нибудь металлику вы подавно снимете хорошо, потому что эти ребята будут делать все, чтобы получились хорошие фотографии. Поэтому первый способ, и довольно надежный, это просто связаться с различными интернет-ресурсами, и, на мой взгляд, это один из лучших способов, который до сих пор актуален. Я его использовал и раньше, и использую сейчас, поэтому это, на мой взгляд, один из самых простых способов. Но не единственный способ. Также вы можете, например, если у вас есть какой-то популярный блог, или вы знаете какого-то популярного блогера, или, опять-таки, вы набираетесь немножко смелости, связываетесь с каким-нибудь популярным блогером и для него снимаете, да? То есть, например, многим популярным блогерам им без проблем дают проходки на концерты, и в том числе и аккредитации. И, соответственно, вы можете пойти вместе с ним, как фотограф, и, соответственно, сделать интересные фотографии, которые он потом у себя опубликует. Ну, или другой вариант, это, конечно, просто вести свой блог, что, если у вас есть определенный талант, способности, принесет вам намного больше дополнительных всяких бенефитов, кроме бесплатных походов на концерты. И, наконец, есть третий способ. Это, конечно, больше история про, не про звезд, но про многие такие среднего уровня крепкие группы. То есть, если к совсем начинающим музыкантам можно просто прийти, как я сказал, их просто пофотографировать, обычно никто против не бывает, то, знаете, есть такая довольно большая когорта музыкантов, которые очень талантливые, очень здоровские, но пока еще не очень известные. Хотя относительно уже знаменитые в узких кругах. И вот к таким музыкантам можно спокойно прийти и просто с ними по-человечески договориться. То есть сказать, что, ребята, я вот хорошо снимаю, сделайте мне, пожалуйста, аккредитацию, у вас будут классные фотографии, у меня, собственно, тоже будут классные фотографии. При этом важно понимать, что, например, если эти музыканты выступают на каком-то крупном фестивале, ну, например, нашествия или прочее, то вы очень вероятно получите возможность снимать еще и на этом фестивале в целом. Так что это очень хорошая практика. Подумайте об этом. Может быть, вы знаете каких-то, например, музыкантов, не самых известных, которые выступают на какой-то, на одной из неглавных сцен, например, того же там нашествия или усадьбы джаз, или подобного фестиваля. Возможно, благодаря сотрудничеству с ними вы получите доступ к и аккредитацию фотографа, чтобы снимать все это мероприятие. Так что, вот поверьте, если у вас есть немножко настойчивости и смекалки, этих трех способов вам хватит, чтобы попасть аккредитованным фотографам на концерт. Опять-таки, никто на блюдечке вам вот так ничего не принесет, нужно самим работать. Но это вполне-вполне реально. Когда мы разобрались, да, собственно, как попасть на концерт, давайте теперь поговорим о том, как получить максимум от ваших фотографий. Понятное дело, что очень много будет зависеть от обработки, и мы об этом обязательно сегодня поговорим. Но кроме обработки есть еще некоторые другие факторы. А именно, я бы их вот распределил вот в три такие группы. Прежде всего, у вас должно быть неплохое оборудование. Я вам не говорю, что вам нужен там суперпрофессиональный комплект, да, который стоит миллионы. Этого, конечно, никто от вас не потребует. Но, понимаете, если вы придете, например, с какой-нибудь очень простенькой камерой, с каким-нибудь фикс-объективом, например, там 50 миллиметров на концерт, вы, конечно, что-то сможете снять, без сомнения. Но вряд ли вы смените все то, что вы хотите снять. Поэтому некое базовое оборудование нужно, и чуть позже мы обязательно сегодня про это поговорим. Кроме того, что у вас должно быть неплохое оборудование, очень важно знать предел его работы. Пределы работы я имею в виду то, что, например, недостаточно просто иметь камеру. Вы должны понимать, на каких ISO комфортно, например, работать с этой камерой. То есть вы должны понимать, что вот выше, допустим, ISO 2000, вы не можете уйти. Это просто данность. Или, например, выше 3200, или выше 6000, если смотря какая у вас камера. И вот это понимание вам принесет очень многое в техническом плане. То есть вы должны идти на съемку с четким осознанием, что вот у меня есть вот эти пределы, и я должен вот между ними балансировать. Если вы этого не будете знать, на съемке у вас начнется хаос, и вы увидите, например, темную картинку, подумайте, ой, так, надо поднимать ISO, так, а поставлю-ка я так, так, вот, максимум 12800, да, 12800 ISO. И потом приходите домой и понимаете, что, ну, картинка у вас полная беда. Поэтому, еще раз повторюсь, обязательно нужно знать предел работы и своей камеры, и объективов. То есть, например, понимать, что, что, например, у вас там максимально открытая диафрагма, допустим, не 2,8, а, скажем, там, 5,6. Это очень сильное ограничение, которое обязательно нужно учитывать. Или, например, если вы используете какой-то, например, экстендер, да, или, ну, подобное устройство, тоже у него есть определенные технические ограничения. Поэтому очень-очень важно эти ограничения понимать и, собственно, их учитывать в технических аспектах съемки. Но, пожалуй, самое главное, да, это очень важная вещь, которую я вам сейчас сказал, но, пожалуй, самое главное, это со временем выработать свой стиль. Дело в том, что фотографов концертных очень много. И когда вы будете много снимать, вы поймете, что, в принципе, все работают в абсолютно одинаковых условиях. То есть, вот есть сцена, есть пятачок, да, некий, с которого снимают фотографа, и у вас там, вот вы можете, там, вот сюда встать, и вот сюда, да, и все, и у вас больше особо простора-то и нету. При этом у всех более-менее одинаковая техника, более-менее одинаковые объективы, и вы в какой-то момент поймете, что в целом вы снимаете более-менее одинаковые вещи. Но не одинаковые. Действительно классных концертных фотографов отличает свой стиль. Как его найти? Я бы сказал, что есть три пути, точнее, три вещи, которые вам обязательно нужно сделать, чтобы его найти. Во-первых, очень много снимать. Это просто правда жизни. Понимаете, без этого никуда. То есть, вот представьте, что вы хотите стать профессиональным спортсменом, но не хотите много тренироваться. Это будет странно. Да, то есть, действительно, смысл жизни профессионального спортсмена, это не только соревнования, но и постоянные тренировки. Вот то же самое у вас. Вам нужно много, очень-очень много снимать. Причем, в какой-то момент вы просто поймете, что вот эта масса практики, она будет переходить, собственно, вот уже в... То есть, количество начнет переходить в качество. Поверьте, это точно произойдет, если вы будете действительно много снимать. Ну и, конечно, разнообразные вещи снимать. То есть, не фокусироваться, да, только на каких-то акустических концертах в одном и том же зале, например. То же самое касается обработки. Вам обязательно нужно много обрабатывать. Но здесь даже история немножко в другом. Если во время съемки у вас вырабатываются такие чисто, по сути, механические навыки, да, вы начинаете лучше понимать, как быстро переключать те же настройки камеры, как лучше ориентироваться во время съемки, как правильно выстраивать кадр. То есть, такие больше физические вещи, то есть, вот просто такую моторику своеобразную вы развиваете, то много обрабатывать нужно по очень простой причине. Вам нужно тренировать свой глаз. Это, ну, вы знаете, как в художественных школах есть такое упражнение, иногда дают то, что вот есть подоконник белый, нарисуйте его сто раз. Вот тут такая же история работает. То есть, вы начинаете рисовать этот подоконник, да, и у вас там первые 20 подоконников выходят одинаковые, потом 30-40 подоконников уже начинаете вы там, ага, он не такой уж и белый, а давайте-ка немножечко оттенка, вот тут заметили небольшой, вот тут голубенького цвета. И вот к сотому вы понимаете, что на самом деле подоконник совершенно не белый, а реально очень-очень многогранный в плане цвета. Вот то, что самое касается обработки. Чем больше вы обрабатываете, тем больше ваш глаз будет натренироваться, и тем больше вы начнете замечать те вещи, которые вы не замечали. Это самая большая проблема всех начинающих фотографов. Они обрабатывают фотографию и не понимают, почему она плохая. Она им кажется здоровской. Дело в том, что вы просто еще не видите то, что вы потом в будущем увидите. Поэтому все, вот я прям гарантирую, все, кого я знаю, профессиональный фотограф, когда они смотрят на свои ранние работы, они просто ужасаются. Они помнят, насколько им нравилась эта фотография, насколько им нравилась эта обработка, но по факту, конечно, у них был просто нетренированный глаз. И, наконец, третий, очень важный момент, это изучать чужие работы. Я вас призываю как можно больше смотреть чужих работ, и не просто смотреть, а анализировать. То есть, вот вы увидели кадр, и он вам нравится. Подумайте, почему он вам нравится? По какой причине? Возможно, вам нравится какой-то композиционный прием, возможно, вам нравится, например, какое-то цветовое решение. Почему он работает для вас? Почему он заставил вас на нем сконцентрировать ваше внимание? Когда вы поймете, почему, вы сможете эти же приемы использовать и на своих фотографиях. Поэтому не просто смотрите чужие работы, обязательно думайте над этими работами.